Девушки отдыхают Ты покараешь его? В этой жизни нет. Но бессмертия с нами ему не видать. В обновленном мире не будет его злобы. Если так нужно. Эйвор, ты проснулся. Надеюсь, с новым сказанием. Я вернулся в Асгард. Что ждало тебя там? Я связал Фенрера, сына Локи, волшебной привязью. И зверя это разъярило. Хотя я и победил его, убить так и не смог. Ты зришь мир сказаний и легенд. Я всегда думала, что это лишь притчи. Но ты будто видишь воспоминания. Каждый миг видения казался столь же настоящим, как и наша беседа сейчас. Прекрасно. Было что-то еще? Я помню предательство. Я предал своего друга Тюра. Молча смотрел, как волк отрывал ему руку по локоть. Я мог предотвратить это. Предупредить его. Но всего лишь стоял рядом. И ты мучился? Меня не трогала его боль. Не было ни ненависти, ни сострадания. Будто глотнул яда со вкусом вина. Себелюбие сверхмеры. Вот что это. Что еще ты видел? Норны показали мне последнее видение. Начало Рагнарека. Вокруг вились пламя и пепел, подобно смрадному ветру из Генун-Гагапа. Но мы были готовы к буре. Восемь асов выпили мед и отправились навстречу судьбе. Больше Норны ничего мне не показали. Занятно. Что-то еще? Больше я разобрать не смог. Ясно. Мне понятна суть этих видений. Как и в первый раз, они вещают о страхе предательства. Один решила дарить тебя безграничной мудростью и даже собственным опытом. Возможно, это предупреждение. Его безразличие было ужасно. Не следуй по его стопам. Иначе тебя ждет лишь одиночество. Участь страшнее смерти. Понимаю. Надеюсь, что понимаю. Спасибо тебе, Валка. Субтитры создавал DimaTorzok На одном ее плече время власти, на другом время усмешнее ее людьми. Один груз упал, и она пошатнулась. На то, чтобы восстановить узы, уйдут годы. Но тяжесть ушла. Ей стало легче. Она правитель, а не друг, Эйвор. Нельзя быть и тем, и другим. Вот благородный воин бесчестного вождя. Бургрид бросил его и предал. На месте Леофрита я хотел бы об этом знать. К чему лишать воина славы? Он готов предстать перед своим богом и принять хвалу. Жизнь принесет ему лишь позор. Он отказался бы от клятвы, если бы знал. Решай. Правда или слава? Еще один скандалит. Он должен умереть за все то зло, что причинил. Старые законы ясны. Это земли Озвальда. Он король, его слово закон. Эйвор склонится перед королем? Отказать ему, значит, обесчестить. Восточной Англии не встать с колен без него. А как же твоя честь? Не боишься потерять ее? Вилли, Трюгве. В обоих жива часть духа Хеминга. Но оба боятся занять его место. К чему терпеть столь нерешительных людей и держаться в стороне? Ты можешь захватить Шир. Он не мой по праву. Дом, где ты спишь. Вершина, что ты покоряешь. Серебро, что ты берешь. Все они твои. Какой толк от твоей сдержанности? С Нотингем Шир достоин славного ярла. Того, кому можно доверять. Вилли любим людьми Шира. Но не готов стать их вождем. Он может научиться, но захочет ли? А Трюгве. Он крепок духом, мудрый, верен наследию ярла Хеминга. Может, даже слишком. Но с годами жажда жизни оставила его. За ним не пойдут люди. Ты не можешь! Я не позволю! На пороге неизвестности следует быть осторожнее. Ибо кто знает, что за враг притаился там, впереди. Один раз я уже вошел в эти врата. С Сигурдом. В видении. Не один. Тысячу раз. Тысячу. Тысячу. Сигурд. Он явно взволнован. Что-нибудь случилось? Лучше расспроси его сам. Эйвор, время пришло. Наше время. Время для чего? Меня ждет вечная слава. Вечная слава? Боюсь спрашивать, но о чем ты? Разве тебе не ясно? Мне пора покинуть Мидгард. Я отправлюсь в залы своих предков. Если ты ищешь смерти, я тебе не помогу. Эйвор, я говорю не о смерти, а о жизни и нескончаемой славе. Да, последние дни я будто блуждал в тумане. И говорю о том, чего ты не понимаешь. Прошу лишь, доверься мне вновь. В последний раз. Я вернусь в Норвегию, попрощаюсь с отцом и исполню свое предназначение. В Норвегию? Нужно обсудить это с Рандви. Как скажешь. Я буду ждать тебя у причала. Только не тяни время. Может быть, пора вернуться в Норвегию. Сигурд хочет увидеть отца, а потом... Там видно будет. Я слышала дурные вести, Остер Бьерни. Будьте осторожны. Нам пора в путь. Вернемся, как только сможем. Что ж, удачи вам обоим. Сигурд. Эйвор, отправимся? В Норвегию. И дальше. Да, в Норвегию. Славно. Вперед! Зигурд! Зигурд! Поднять парус! Зигурд! Так странно. Все, как и прежде. Но такое... чужое. Считанные годы за морем изменили нас больше, чем десятки лет здесь, брат. Здесь так холодно. Я уж и забыл, насколько. Его горы и фьорды. Мне больно даже думать об этом. И наш отец остался ни с чем. Это был его выбор. Он легко гнулся и сломался. Не жалей его. Да. Сколько лун я не мог спать, думая о его предательстве. Желал ему самых худших бед. Он заслужил лишь бесчестие. Не думай об этом, Сигурд. Оставь старика в покое. Нет. Пусть он вкусит ту же горечь, что и я. Пусть узнает, что упустил, оставшись здесь, чтобы есть с рук завоевателя. Хочешь с ним поговорить? Да. Лицом к лицу. Я скажу все, как есть. Тат процветает. Вопреки предательству отца. Ты точно готов? Я скажу то, что нужно сказать. Не боишься отповеди? О, нет. Я жду ее. Но, может, старый пес разучился лаять? А, может, тебе удастся его подстегнуть? Разжечь пламя рассказами о нас. Если так, я подолью масло в это пламя. Лети же, Сюнин. Проводит дни в медовых залах, а ночью спит на голых досках. Именно. Поищем в залах. Есть один поблизости. Немало горемык в нем заливают горечь. Что ж, посмотрим там. Идти с пустыми руками? У нас и подарка нет. На что крысам подарки? Разве что понюхать или взнуть. Смотрю, ты весел, брат. Этот бедняга здесь всегда. От рассвета до заката просто сидит и смотрит в свой рог. Ему не помешало бы хоть раз помыться, что ли. Он когда-то был королем. Но глянешь, и нипочем не догадаться. Лучше выйти. Только глянь. Отец. Сигурд. Мой сын и Эйвор. Слава Одину. Дайте мне на вас посмотреть. Нет. Лучше не подходи. Во имя Тюра. Что случилось? Какое страшное увечье. Как ты? Лучше, чем кажется. Уверяю. За это стоит выпить. Ваш путь был долг, а здесь холодно. Хмель согреет вам кровь. Мы пришли сюда не веселиться, а взглянуть на жалкие останки былого величия. А потом? Развязать войну против Харальда? И захватить власть? Это ваша цель? Разорение и гибель? Что за вздор ты несешь? К чему мне воевать за это промерзшее болото? Говорят, в Англии и так уже полным-полно королей. И я подумал, вдруг... Вдруг ты вернешься, чтобы... Я отринул всякие мечты о короне, отец. Меня ждет нечто более великое. Я вернулся сюда лишь с одной целью. Попрощаться. И поблагодарить. За то, что подвел меня. Подвел? Как отец. Как конунг. Как человек. Без этого я не открыл бы свою истинную суть. Ты говоришь, подвел. Но клятва Харальду была единственным разумным выходом из положения. Твое предательство не было выходом. Сигурд должен был стать конунгом. Ты лишил его этого. Я его лишил. Его никогда не было рядом. Что за конунг из гордого мальчишки? Он просто дерзкий тренг. Я столько раз вел людей в битву. Мои дракары обошли все моря, грабили все страны. Ты говоришь так, будто править и завоевывать одно и то же. Но это далеко не так. Я дал клятву верности Харальду, потому что он понимает, что значит быть правителем. А ты нет. Ты жалкий червяк. Сигурд, мы не за этим пришли. Разве? Подумай. Я все решил. А ты, Эйвор? Надо было сказать нам тогда о своих намерениях. Тогда я мог бы не смотреть, сгорая от стыда, как ты позоришь себя. Это верно. Я утаил правду и жалею об этом. Однако не жалею о том, что сделал. Тогда мне больше нечего сказать. Прошу, сын мой! Сигурд, стой! Я сказал, что хотел и выслушал его. Это принесло только горечь. О чем тут еще говорить? Я желаю тебе добра, Сигурд. Несмотря ни на что. Надеюсь, ты достигнешь цели. И обретешь покой. Обрету. Наша судьба ждет. Не задерживайся. Я знаю, ты любишь его. И доверяешь. Но не следуй за ним так слепо во тьму и отчаяния. Наконец-то это закончилось. Слава богам. Теперь нам пора в путь. К новым берегам. К моей цели. К моей судьбе. К концу моего пути. В этом мире я последую за тобой куда хочешь. Но дальше, за его пределы, могу передумать. Вряд ли передумаешь, Эйбор. Думаю, тебе понравится то, что я покажу. Твое войско внушительно. Хочешь присоединиться? Нет, пока что нет. Но кто знает, что повелит судьба. Верно. Пусть же она не велит нам стать врагами. Все думаешь об отце? Вовсе нет. Размышляю о своих видениях. Они так похожи на явь. Словно это воспоминания. Воспоминания. Расскажи мне, что ты видел? Самым первым была большая дверь во льдах. К северу от Хордафюльки. Арка над дверью была увенчана камнем саг. Видения становились четче. Дверь открылась, и я увидел. Древо жизни Игдросей. Золотые поля Вальгала. И лики наших богов, что звали меня другом, братом, воином. Я был среди них, как дома. Ощущал их любовь. Тебе стоит знать. Ты не одинок. И мне были видения. Правда? И что же ты видел? Трудно описать. В них был Один, он вел меня во мрак. И Норны, что придут нити судьбы из омута в крови. А еще ужасный волк Фенрир ветви мирового древа и Человекса. Продолжай. Валка предупреждала о предательстве, но как это случится, я не знаю. Ясно. Я не нарушаю клятв, ты же знаешь. Я не способен на предательство. Конечно нет. Ты надежен, точно каменный столб. Нам пора. Моя судьба ждет. Раб Найтинг, выживайся. Выдвигаемся. Больше паруса! Дочери Эггера благоволят нам. Да, в этих водах я ощущаю великий покой. Этот конунг Альвов Альфред. Он далеко отступил? Он сломлен? Готов сдаться? Войско Гутрума преследует Альфреда в Уэссексе. Если повезет, сбросит его в море. Странно, я словно бы далек от этой суеты. Но мы столько сделали в Англии. И сделаем еще больше. Христиане стойкие враги. О их вере над ними есть тот, кто держит топор. Тот, кто выше всех нас. Это дает им силу. У нас свой топор. И он весьма тяжелый. Да, женщина Фулке. С ней я познал много боли и столько повидал. Столько удивительного, что я почти что рад ее предательстве. Тому, что она с тобой сделала, нет оправданий. Но с каждым ударом плети, с каждым шрамом, после потери руки, мне являлись видения. Если ты видишь в этом пользу, пусть так, но Фулке все равно была безумна. Даже безумцы по-своему мудры. Их Иисус был странный малый. Теперь его любят уже полмира. А нам никто не верил, когда мы были юны и лелеяли дерзкие замыслы в медовых залах. Даже отец не верил. Узнаю и у своего Сигурда. Может, вернемся в Англию и вместе завершим начатое? Нет, забудь об этом. Будущее впереди. Нас ждет богатство. Я буду с тобой, брат, до конца. взаимпуть! Ты знаешь, куда? Знаю, не сомневайся! Мы пройдем сквозь полотно зимы, как меч сквозь соломенную крышу! Потануть в безвестном фьорде что за бесславная гибель? Ха! Вот уж точно! убрать парус! Да! Да, мне это знакомо! Пойдем со мной! Остальные ждите здесь! Иди за мной! В королевство снегов! Сигурд, а нельзя немного подождать? Ааа, эти ледяные жала! Наслаждайся, Эйвор! Мы идем по пути богов! Куда? К новым льдам и снежным пустыням? К славе! Разве нельзя было переждать эту бурю? На корабле, где нас согрели бы мед и пища? Нет! Это знамения! Следует чтить богов! Они не придут к нам сами! Мы должны идти к ним! Им будет от нас мало пользы, если мы промерзнем до костей! Не бойся холода, Эйвор! Там, куда мы идем, нет ветра и снега! Как холодно! Как в самом Нифтельхейме! Держись! Осталось недолго! Это где-то здесь! Я узнаю эти скалы! Да! Мы близко! Надеюсь, я уже пальцев не чувствую. Эти скалы... Это где-то! Ах! Эти скалы! Что? Эти скалы! Это где-то! Там... скоро ты все увидишь и повернуть назад будет поздно там пещера а в ней священные врата и и и Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Этот путь поведет нас дальше. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Сигурд, я не знаю, что сказать. Все это так странно. Просто верь, Эйвор. Это место священно. А что там дальше? Дальше чертог павших и золотые поля. И Вальгама. Это устройство. Это устройство. Его создали дверги? Работа прекрасная, это точно. Не думаю, что Гуннер смог бы повторить ее. Эта пещера так глубока и полна магии. Смотри. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. его свет вот откуда тянутся все корни жизни каждый скальт мечтает увидеть такое это еще не все клянусь всеми именами все отца это лишь малая часть того что я могу показать в видениях я шел дальше в чертог одина там ты чувствуешь священная сила я никогда такого не видел это наше место оно откроется нам ты сам увидишь откуда ты знаешь это было в видениях не только это да я начинаю вспоминать святилище можно пробудить с помощью сферы эти сияющие ветви они откроют нам дверь в убежище богов вальгалу ты готов что там на той стороне куда мы идем встань вон туда в центр и ты все увидишь сигор дающим привет гость появился что это за место как она здесь оказалась дающим привет гость появился дающим привет гость появился Что это за место? Это ты! Эй, Дрэнкет, разбой! Хави идёт, чтобы везти нас к победе! Что мы так думаем стоять? Веди нас к славе, Хави! Мы пойдём за тобой, Хави! Смочи мне губы рогом, полного мёда, брат! Бьёмся силы! Бьёмся за славу! Эйвер, Тюр сказал, ты придёшь. Здравствуй. Ты же мать Валки, верно, свала? У тебя острый глаз, брат Волка. Наконец-то, Эйвер, мы добрались. Поднимем же рог вместе с Фреей и споём песнь победы. Сигурд, что произошло? У тебя снова две руки, и ты полон сил. Вечная слава, Эйвер! Мы будем пировать в чертоге павших! Наконец-то! О, великая радость! Это... Всё это так прекрасно! Твои видения... Ты был прав. Рог зовёт в битву! Идём, Тюр! Пора в бой! Вместе с нами! Иди, Эйвер, потешь сердце. Ты заслужил место здесь. Почему? Эйвер! 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 Пославим вечный бой! Так силён! Тебя конец! Тебя конец! А, Грохот, битвы будто музыка! А, Грохот, битвы будто музыка! О, окно! Вари! Я не знаю, иди, эйвер! Эйвар! Сюда! Невероятно! Начнем же танец! Давай! Сигурд, это невероятно! Хватит биться с мухами! Сразись со мной! Мы не бились прежде! И не сдерживай себя! Здесь нам нечего бояться! Пролей вечную кровь, Вальгаллы! Наконец-то! Против меня выйдет нас! Брат! Не бойся, Эйвар! Здесь получают не шрамы, а мудрость битвы! На сегодня все! Что это было? Хаби идет, чтобы везти нас к победе! Веди нас к славе, Хаби! Мы пойдем за тобой, Хаби! Смочи мне губы рогом, полным леда, брат! Сигурд, твоя рука отросла! Она и не исчезала! Не на самом деле! Здесь все приходящее, Эйвар! Все, кроме отваги и чести воинов, Вальгаллы! Неужели мы здесь бессмертны? Ха-ха-ха! Давай-ка проверим это! Неведжин! Оттепано начисто. Ты снова лишился руки. И снова обрету их. Отец, это ты. Это не мог быть мой отец. Хаби идет, чтобы везти нас к победе. Скальд! Скальд! Возьми рог и осуши в честь битвы. Нравится ли тебе здесь мой Скальд? Мой певец кровавой битвы. Это невероятное место. Осуши же рог, Эйвор. В чем дело? Мой отец, Варин. Ты видела его здесь? Нет. А должен ли он быть здесь? Нет, он погиб как трус. Но я его видел, клянусь Сёдину. Оставь все заботы. Ты ведь в Вальгарле. Мы заслужили покой и радость. Наш путь завершен. Ты был здесь, отец. Где же ты? Покажись. Веди нас к славе, Хаби. Мы пойдем за тобой, Хаби. Не проходил ли здесь Варин? Кто? Варин. Мой отец. Вчерашний минутец. Варин. Отец. Эйвор! 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 Где же он? Эйвор! 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 Ха-ха! Еще раз потеряю руку, забью ей кого-нибудь! Тебе это не надоело? Вовсе нет! Эйвор! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ты ведь помнишь нашу битву? Помнишь, как мы сражались бок о бок? Твоя мать и ты, и Сигурд, и оба наших клана. Мы сражались, а ты нет. Ты погиб как трус. Эйвор, радуйся. Твой отец вернулся. Где же твоя любовь к жизни? Это был не мой отец. Это обман. Не обман, а мой подарок тебе. У меня есть сила. Я могу делать, что хочу. Тебе хотелось увидеть отца. Я помог тебе. Это было так просто. По законам Одина, отца здесь быть не должно. А значит, и видеть мне его незачем. Твой отец погиб, надеясь спасти тебя. Он защищал тебя. И свой клан. Нет. Он... Мы дошли до конца пути, Эйвор. Это золотые поля Вальгаллы. Идем. Битва зовет. Как все это возможно? Как сюда приносят павших? Это ведомо лишь валькириям? Нет, нет. Не могу поверить. Здесь все не так. Не отчаивайся, Эйвор. Смотри. Вокруг друзья. Все, чего можно пожелать перед тобою. Нет. Это обман. Здесь все обман. Это место может стать, чем пожелаешь, Эйвор. Я не хочу. Только не так. Предпочтешь обречь себя на пустую смерть? Весь здешний восторг обученный морок. Лучше каркать, как ворон, чем петь фальшиво. Морок или нет, но здесь нет смерти, боли, потерь, предательства, как есть там, в мире. А ты хочешь? Хочешь жить во лжи? Я старуха, и тело мое разбито. Мои дни были сочтены. Так что я попрощалась с Валкой и пришла сюда. Я понимаю, Свала. Но это не для меня. Поищу Сигурда. Поищу Сигурда. Рука! Рука! Снова это рука! Сигурд, это наваждение. Обман. Давай уйдем и вернемся в Англию. Наши люди ждут. Нет, в том мире я никто. А здесь все иначе. Я наделен силой Бога. Здесь я могу жить вечно. И меня не ждет смерть. Смерть ждет всех. Скот, людей и тебя. Лишь доброе имя того, кто умер, остается жить вечно. Здесь ты его себе не заслужишь. А там еще не поздно. Каждый день бессмысленные битвы и пустые победы. Кровь со вкусом воды и запахом травы. Ты видел подлинные битвы и славу. Но здесь все ложь. И ты это знаешь. Брат, нам пора уходить. Мне суждено повсюду следовать за тобой? До конца моих дней? Ладно. Пойдем. Нет, останьтесь. Я запрещаю вам уходить. Зачем уходить? Ты разве не жаждал славы? Побеседуем. Это честь говорить с тобой, Эйвор. Твое имя – песня, которую воины будут петь вечно. Ты – брат волка. Даже на пороге смерти ты не желал сдаваться. Ты обогрял целые страны вином воронов. Ты убивал одних королей и короновал других по своей воле. Ты твердо стоял на ногах и помогал брату, когда он оступался. Немало великих пала от твоей руки. Ты заслужил награду, Эйвор. Так бери. С дороги. Мои люди ждут. Я дал тебе все, чего ты хотел. Все, что тебе нужно. Не ты мне это дал. Я взял сам. Я расчищал тебе путь. Направлял твой топор. Ты как муха жужжал над духом. Не смей отвергать меня. Все, во что ты верил прямо перед тобой. Но ты сомневаешься даже в воле богов. Сражайся. Не запятнай свою честь. Твой черток мертвых всего лишь сон. Всего лишь сон? Но сны — это тоже часть действительности. Всего лишь сон. Но сны — это тоже часть действительности. Они вдохновляют. Они внушают нам страх. Они толкают нас к самым вершинам славы. Что ж, мне пора проснуться. Не беги. Не беги от судьбы. Вернись. Не уходи. Зачем ты бежишь от правды? Твоё место здесь. Со мной. Ты должен вести бой Эйнхерев. Повинуйся мне. Не беги от судьбы. Эйнхерев. Вставай. Твоё место здесь. Со мной. Возьми свой топор! Эйнхерев. 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 Ох! Какая трусость! Прямо как твой отец! Стой и сразись со мной, ты ничтожный Трэл! Если уйдешь сейчас, ты ничтожный Трэл, я могла дать тебе силу, мудрость, славу! Что еще тебе нужно?! Сигурд, где ты? Ты со мной? Сигурд! А, повешенный очнулся. И снова стоит на земле. Эйвор, осторожно! Бассим? Что это значит? Подойди, Эйвор. Дай мне на тебя посмотреть. Оставь его, Бассим! Я слишком долго смотрел на солнце, ослеп и не смог увидеть, что это ты. Это ты был мне нужен. Ты следил за нами? Прятался в кустах точно трусливый лис? Это ты обездолил мою судьбу! Лишил меня надежд! Он безумен! Пусть замолчит! Ну же, Эйвор, спасай своего подбитого воронка! Ты ранен? Не волнуйся! Иди! Убей его! Тысячу раз сильнее, чем я! Но почему? Мой сын, Эйвор! Помнишь моего сына? Что за вздор, Бассим? Тебе не будет прощения! Пусть столько пережили вместе! Столько битв в Англии! Глубже, Эйвор! Загляни в глубины своей памяти! Скажи мне! Покажись! Я не хочу сражаться с тобой! К чему все это? Поговорим! Сколько веков я ждал этого мгновения? Хватит болтать! Я жажду твоей крови! Скажи мне! Убей его! Покажи шею! Ну же! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Моя награда досталась волку! Конечно! Восстань! Мой сын страдал не напрасно! Ты говоришь, стар, так словно ты пьян! Ты умрёшь страшной сирью! Ты больше не увидишь свой дом и свой народ! Если ты всё решил, пусть будет так! Ты этого хотел? Ты умрёшь в муках! Когда я закончу, ты будешь мешком с кровью и гостям! Аааа! Нет! Сделаем бой интереснее! Пусть Сигурд присоединится! Трус! Вернись! Сразись со мной! Осторожнее, Сигурд! Сигурд! Берегись! Он приближается! Клятва преступник! Умри! Мне это не по душе, справедливый! Ты добр, но плохо выбираешь союзников! Я твоя награда, Басим! Давай! Это точно! Когда ж ты умрёшь! Не здесь! И не сейчас! Я оставлю тебя здесь умирать! Как плот на гниющем древе! Ты умрёшь во второй раз! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сигурд! Останови! Погаси пламя! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ещё же? Жить, да? Но он во тне. Что ж... По делам... Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, нам пора возвращаться домой. Путь будет долгим, а я ранен домой. Эйвор, по пути сюда я много размышлял. Обо всех радостях и горестях нашей дружбы. Я изменился. И больше не могу быть ярлом нашего клана. Настал твой черед. Ты серьезно? Рандви говорила мне, как ты отважен и мудр. На тебя всегда можно положиться. Она тебя ценит. А я ее. Но ведь есть и другие причины. Когда Даг бросил тебе вызов, ты позволил ему умереть с честью. Несмотря на предательство. Он верил в то, что делал. Я это уважаю. Помню тот день в Оксенфордшире, когда мы искали Камень-сад. Ты был со мной не согласен, но не ослушался. Ты сомневался в моих целях, но не пошел против меня. Я восхищаюсь тем, как ты вел нас из Норвегии в Англию. Держал мой гнев в узде и не давал отвлечься на пустяки. Трудное было время. Пока я блуждал в тумане смятения, ты проявил большую мудрость и силу. Куда ты, Эйвор? Туда и я. И ты поведешь наш клан. Спасибо, брат. Я не подведу тебя. Тебя что-то тревожит. Однажды, еще до Англии, мне было видение. О том, что я совершу предательство, что предам тебя, я не поверил в это. Я бы не сделал ничего подобного. Но за эти годы я отнял у тебя мечты об Англии, о Вальгале. Если я провинился перед тобой, брат, я все исправлю. Не в силах изменить судьбу, Эйвор. Все решено за нас, с самого рождения. Сетовать на судьбу, это... Как сражаться с океаном. Бессмысленно. Мы два потрепанных ворона. Вместе сложили свою сагу. Сказание на века. Бекка, я выхожу. Аккуратно. Смотрели видеопоток? Что это было? Похоже на решение нашей проблемы. Думаешь о том же, чем и я? Дезмонд. Дезмонд не поняла. До нашей встречи он был барменом. Даже не слишком хорошим. А потом осознал свое предназначение. Он был чем-то вроде... Не знаю, вроде сингулярности. Точки схождения. Словно вся история человечества сошлась на нем. В 2012 году мощная вспышка на Солнце едва не уничтожила жизнь на Земле. Помню. Я тогда работала в Абстерго. Дезмонд с этим справился. Нашел способ нас спасти. Абстерго заявила, что это сделали они с помощью каких-то спутников. Чепуха. Это Дезмонд. Щелкнул выключателем и спас мир. Но оставил включенным. Магнитное поле продолжает усиливаться с каждым днем. Храм, найденный Эйвор. Источник находится там. Именно. И вот уже восемь лет он становится все сильнее. Теперь он опасен. Температура, излучение... Неважно. Нужно все исправить. Отключить его. Нет-нет. Замедлить. Ведь он нас защищает. Теперь я начинаю понимать. Все, что я сделала. Все, чему научилась. Все ради этого момента. Тебе понадобится жезл для защиты. Или ты не пройдешь через первые врата. Да, конечно. Ладно. Я готова. Ладно. Приготовлю фургон. Свяжусь с кораблем. Он должен быть в Бостонской бухте завтра к вечеру. Спасибо, Бека.